Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого, и это продолжение моей партии за Кри в Сидмерс Цивилизейшн 6. Если вы не видели первую серию, рекомендую перейти к ней, ссылка появляется в верхнем правом углу, либо есть в описании к этому видео. Всегда лучше начинать смотреть с самого начала. Ну а всем остальным, приятного продолжения просмотра. Продолжение следует... Вообще, у меня логистику промышленной зоны надо... Через все успеваешь лететь? Куда? До ядерных твоих бомб? Лаборатория... Боишься? Нет, я сам на тебя буду кидать. Боишься? Очень. Так, этот на своей территории надо... Ой, спасибо. А где тут тропический лес у Инвиктуса был? Блин, иконка крадущегося тигра максимально похожа на иконку ПТ-команды. Я думал, китайцы уже весь в ПТ-командах обмазаны. У меня их несколько, у меня в коляске... Что там Саргольм хочет? Торговый путь к нему. Да, в мушкетах не было полка. У меня одна силика. И там была под ферми. Надо вообще открыть Тихина на послов. Раз, два, три, четыре. Даже с этой начать, тут два посла. Диверсию надо устроить. Инвиктуса. Слушай, у меня же военного инженера нету. Надо купить. В Манчестере, по-моему, я его могу купить. Чтобы ракетные шахты организовать. Может, Элитус договоримся без ядерок? С ядерного оружия? А? Не жаль, Элитус, я думаю, что если ты будешь летать, я дам тебе спокойствие. Ну а что здесь самому не улететь? Ты что, мало науки? Нет, я не хочу летать. У тебя принципиальное нежелание вылетать. Сейчас, конечно, темный рек был бы получше. Давайте торговую или Гранд Опера поставить. Нормально, нормально. Неплохо. Не, Элитус. Нужно забирать. Китаец. 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 Давай это. Без вот этого всего. Без чего тут быть? Ну, дружба там всякие последние минуты. Фокус. Ты знаешь, что там история? Ну, вот. То, что друг были с вами, все это не будет, мы здесь все это. Ну, как бы я понимал. У меня как будто две цари остаются. Либо ты, либо она. на меня брать тебе перс будет очень неудобно и да я не собираюсь тебя брать вообще мы с тобой тут дышим друг другу начал просто сидеть и дружбу с ними принимать когда мы будем ядерками закидывать участвовать в войне я понимаю что я ничего сделать не могу но я не вижу я не вижу смысла сидеть с ними в дружбе тоже то есть как бы когда они будут улететь здесь никто не улетит на 30 ходов потому что вот это науку алексей спокойно может улететь но он сейчас вон инженера уже берет на плюс 20 ракет строение скорее всего там вообще ты виктус берет как его возьму я стою на 200 очков у тебя плюс огромный идет где такое управление ну где вот это было восхищение технологии блин а тут один раз заканчивают потому что никто хочет ядерки кидать ну вот да если он не хотел могли бы научной победой быстрее намного расписать а то есть без военной академии нельзя сразу блин корпуса и армии строить ну ёлки-палки только нового ты узнаешь да ну когда и играешь не фуфа такой до тогда этого этапа игры даже обычно ну так на этом этапе игры другим занят здесь здесь поменьше запускаем и после расщепления ядра давайте упозит только двенадцать ходов насчет пророка возьми кого возьмешь что 23 ход игры шоу время взять пророка так наконец-то беспорядки были а нафига беспорядки партизан надо было и вернее какую-то взял нафиг у нас так давайте думать значит инженеров военных я веду здесь ставить эти ракетные штуки они у меня открытых бракет стоит кстати они не открыты минуточку он собирается аэропортами что для меня бомбить на аэропорт не вижу а нет вот есть один один аэропорт есть надо мне перебрасывать все караваны вместо хисипик и микисев вацик будут заканчивать бегать производство там поднимать деньги у меня есть так что окончание союза с инвиктусом по идее ничего страшного ну в общем в россии кавалерия а то мне какой-то генерал дал я кировку генерал и он дал нею не точно успешно сфабриковал скандал еще тем более это с победу повысил здесь инженер интересная смогу юнит кавалерии слить с казаками и решить тем самым брень полная вот 850 инженер нужен так чисто технически казаки тоже кавалерия так откладываем производство на бомба везде ничего не строим технический вертолет кого не так здесь на что топически или вот здесь стройка это интересно давайте уберем этот камень что получить что пол получится ли объединить шахта военные лагерь пока построить кстати здесь еще военных инженеров да давайте так и сделаем там еще что у меня будет куча сложных городов так смотри перс короче можем на самом деле как только союз с китаем закончится можем китай попилить чтобы было весело под конец игры очень но такая интересная теория типа все равно ну надо надо что-то делать сидеть на жертву ровно уже типа на педа на меня потом тебя ну может быть да может быть там вокруг меня грек ставит аэродром и блин эти инженера вводят короче да сейчас мы китай пойдем ну просто скучно как то уже мирно сидеть на этой игры приводи войска ко мне расставляй вдоль границ будем помочь тебе будем вместе умирать которая полетит я думаю что ядерная ракета у грека лежит специально для алексея блин но это все лучше чем бережут от чем пытаться выпилить там не знаю китайцы русского меня блин да это не сильно поля 11 у меня будет ядерных ракет достаток лучше приходит 1 1 ракете вход кидаем забираешь меня и у тебя уже 300 но это так не будет конечно потому что у тебя уменьшится население но до тысячи до тысячи он в принципе допрыгнуть может а я какую-то ачивку получил метроплекс это вокруг бабочку идеально построила так надо скитаем наверно поторговать а у него нечего взять а у перса перс предложения так тут ничего не строим откладываем на бомбы ну можно добавить бонусы теста театральной площади но пусть а может поставить вместо центра коммерции гавани то нет остальное пока так но может признал убрать вару ускорением блин и нифига не могу получить то что мне нужно все время ускорение какие-то совсем далекие от меня нет шипом ускорение двигателя в с получить какой-нибудь на бой не расписаться троим скорей 347 305 вот я уже его даже и по культуре он так он правда признает где или тем более робототехник зачем космические это если я там так здесь все-таки я строил военный лагерь для того ты куплю конюшню куплю оружейную и куплю здесь военного инженера денег до хрена просто меня тут военным инженером а вот здесь надо почистить все рабочими янтарь холмы холмы тут пусковую сделаю тут пусковую сделаю а Так, легал у меня прокачанный, да? На космическую гонку. О, роботы-техника. Воруйся, воруйся. Отличненько. Ещё раз. Что мой арбалетчик забыл на твоей территории? О, скандал можно... Вот это точно можно выйти. Скорее всего, это подбегал. Время выполнения уничтожить. Ну, ничего. Или ты такой вариант даже не рассматриваешь? Нет, он сейчас перестал из него ходить. Если я его обнаружил, то... Ты его на автразведку, что ли, поставил? Ага, конечно. Не, ну, может, местовиком тебя не заставил, но пока нет. А сколько у меня зарядов? Два. То есть где пусковые шахты он тут построит, если что? Мне надо афины захватывать будет сразу. Я думаю. Композиты я вышел. Дальше. Давайте спутники откроем. Помню, это алюминиевый рудник построил. Так, алюминиевый рудник. Это где-то тут был. Алюминий. Вот, например. Так, сейчас мы откладываем производство на бомбочки. Ну, а порт следующим ходом. Проект Манхэттен. У нас состоится 10 ходов, по-моему, да? 9. Я должен бомбу построить. Нормально. К атомной войне я готов. Кстати, китаец, я, получается, вышел в двигатель внутреннего сгорания раньше, чем ты. Может, на Кнос лучше кидайте сразу? Не знаю, с Женевы. Захватывать его. Чего ты так решил? Этот едет. Ну, потому что ты не грозишься в танке. Так. Зачем мне вот было грозиться в танке, когда у меня союз с трубой и с персом был? Блин, а где артефакт? Ну, у него еще есть. Ну, вот там мало ли каких-то. А где артефакты жарить? Чисто технически. Я не нужен Горго. Горго проще напасть на перс тогда. Но он меня сейчас заберет. Так, может, попробуем помочь персу как-то? У меня сейчас танки будут. Но он на современных танках. На современных? Да. Грустно. Танки здесь не нужны. Сейчас пролетят ракетки, ребята. Зачем танки? Ракетка это обычным танком забирать. Поэтому ты можешь сюда русский приводить войска. Я скажу тебе только большое спасибо, если ты под ядерки их поставил. Два перехода. Один ход… Взял и расстроил. Ты… Уу, мед. До хрена будет ядерок. Два… Так как один я могу только на эвиктусы к это, но их много и не надо сейчас даже запуск спутника буду делать 12 гранты продолжим счет нагнетающая атмосферу музыка вместиться в центр коммерции банк университет здесь лаборатория ну 7 ходов можно построить 2 ядерка тут ядерка будет разобраться себе построил я хочу свалить с этой планеты где люди друг на друга кидают ядерные ракеты можно так может мы стянем все ядерки ворга на себя чтобы лёша улетел в космос делом по одной ядерке только вход можно кидать на человека имеют так а что сколько у него их может быть ну четыре будут или тускать одну на меня одну на каждому из вас а ядерку него дофига должно быть всем по фоллаут каждой сестре по серге отличное название для ядерный бомб серега и нить налоги а нельзя ничего доничь как-то не 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 сильно сатана там или еще чё-нибудь как называют ракет обычно правосмирозе зародиал и так вот этому жене у перебросим этого парня мышлять математически я на виду смогу это будут я только на них я могу один одну ядерку вход на него кидать это значит что когда закончится с ним союз 7 ходов будет 135 значит 136 подсоединяем на 14 ядерок максимум то не больше виттус юзерен балет и кабула окей так одна ядерка готова художественный музей здесь давали театральной площади проведем здесь пока универси 9 ходов то есть и гранты просто исследовательские гранты а экшен начинается старается же нужно засюжение женеву а че я не вижу его но надо было войска подводить как эти это фашизм открывать чтобы открыть проход но ведь тогда бен виктус их ядеркой накрыл 3 аэропорта аэродрома взлетную полосу на другом континенте ну-ка и вот не накрыл только город всего лишь до так взлетную полосу их нам не кажется 20 ходов алексей при всем желании сколько бы у него там не было промки и науки мне кажется вполне могу за донос по духу лететь быстрее наступает разбомбит грек ну смотрите один ход до дальше 3 6 потому что 12 ходов 12 ходов будет открыт у меня все техники нужны для улета вообще эти на наши наши проблемы наши ошибки должны говорить предлагаю все на соло валить соло просто в принципе нехороший человек ты новый тем не менее он не пришел пройти нейтрализовать губернатором не снова соло благодаря соло кубернатору ну что мы считаем ну да соло решил ослабить себя американцы не себе не себе не людям вот типа ну это нас не касалось не так не понимаешь так нужно было алюминий аму но он не неправда соло коснулся меня и посредственно предложил ко мне свою руку так 4 ядер еще строится еще 5 то есть им 8 9 давайте 10 10 10 что сколько лет что но есть немножко 12 должно 13 хватит давайте вельские гранты дальше делать лучше женеву не трогаем так а вот это наверно бак какой-то после возвращения назад города у меня ноль из четырех но почему-то там авиация да ну авиация с не уничтожена она есть но это конечно забавный крыль но этим ей можно пользоваться да да это 6 ну 6 наверное можно убирать лучников сделать как раз взлетную полосу полем до быстрое развертывание ускорил 3 аэропорта надо теперь построить глобализации я получал плюс два производства еще это при заражении сразу с одного удара сдох этот пт он же должен полжизни вроде отчете линия ну там непонятно на самом деле хрень какая-то инвикту становится целью кризисного союза ну так ты перст и кризис принял путник запущен вся карта видна ну такая очень плотненькая пангея все что могу сказать еще еще инвикцию денег подарить а я я его не принял этот кризисный союзный старин я не вижу вариантов при которых мы сможем инвиктуса наказать за его ядерные ракеты о плюс сто процентов и я его беру отлично здорово то что надо но тут в мою пользу так публиковать скандал переманивать женеву к себе ну походу ядерки падают я думаю что ядерки достаточно строить плюс сто процентов это ученые у нас перебрасываем в микиси в вацик караваны нейтрализовать губернатора где у нас губернаторы хорошие сидят магнус партия парту перебираемся это обрабатываю на самом деле ну и улетать у меня есть возможность и ядерок у меня дофига будет но смотрите один три пять семь десять тринадцать ходов до открытия всех тех плюс у меня сто процентов то есть на сто сорок третий ход у меня все техи для улета будут открыты у меня есть армия чтобы инвиктуса я думаю вначале мы афины захватим инвиктус по очкам а великие люди уничтожают все ядерками нет по моему да а то мне что то думаю генерал куда то пропал у него лучевая болезнь наверное случилась ну это хреново он корпус давал восемьдесят шесть очков великих ну это из-за проекта как вы понимаете не принимай вот этот вот кризис не принимай его хорошо да очень странно так производство говорят россия изучила скандартизацию и тут же современный танк Греции разрушил за что ты моего агента убил что он тебе сделал я и так по науке отстаю просто ходил воровал всякую штуку полезную и господин взял убил ни за что ни про что так там наверно там еще надо все таки я женеву за союз я думаю пять ходов как раз фабриковать скандал ну или что туда пословься на то надо будет кстати перебросить так инженер а боже мысли а кто это на стокгольм за это будешь захватывать стокгольм инвиктус нифига себе да это это зря кстати ну надо же не понял короче сейчас перс падает теперь поменьше будет науки у меня судя по всему нет следующий китайцы а у них дружбан да это дружба не будет спасибо что прозреваешь моему тени вот а привели бы ко мне танки было бы повеселей что было бы ну а он мне между прочим ядерками ни одного танка послушайте уже меньше даже один два ну я сейчас еще попробую 4-6 но сейчас дольше станет 6 ходов но дольше станет потому что стокгольм яйтус забил а нафига их ставить подпадаю не ну выглядит что я должен побеждать не знаю пока конечно непонятно элитус там тратит ядерки на на всех вокруг и все видимо ядерки строит в прямом вот я вижу у тебя рыцарей а есть потому что да у меня какие то нехорошие люди втроем в один ход уперли в сиденье нет нет я не знаю такая фигня была у меня у меня потом уменьшалась уменьшалась ну когда шпионы дырят это не отнимает у меня по-моему ты плохо знаешь если честно потому что у меня 2 ходов было 3 хода видите осталось 2 опера нет нет шпионы здесь шестерки вообще-то шпионы забирают реально никогда не замечал что не после сообщения ну посмотри у меня просто там оно как-то и короче каждый ход как-то начинает уменьшаться я не знаю как чудо огня ну 9 обстоят 10 манлёш давайте смотрим сейчас работ да я не очень в этой игре честно говоря ну 48 ходов значит чувак чисто по фану следовательские гранты везде ядерок недостаточно я думаю 9 10 ядерок по одной вход выше крыши варваров фрегаты ничего себе а какие-то великие люди появились инженер ну это фиговый честно говоря блин еще и 1500 для космической гонки тоже классный персу достанется наверное вот на этот город надо упор делать плане космоса потому что сюда могут и пионов и кто засылать и вообще ну все сейчас приму фашизм буду нагибать и маркером усики подрисуешь да да я буду демократичным человеком и 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 нападешь ты подведешь свои войска в ту сторону тебя просто ненароком знаешь мискликом разнесли сейчас подженевы получу плюс 15 процентов науки слушай подожди инвиктус а как ты кинул ядерку на стокгольм он же моим сюзереном был ну он я с ним воевал я мог кинуть он мой сопер странно то что ты его нет его сюзерен был раньше перс поэтому раньше а сейчас вот я был сюзерен я был сюзереном стокгольма я был сюзереном стокгольма очень давно много лет видишь перс я весь за помощь тебе подтягиваются все свои два поля что-то мне там уничтожают сейчас как дадим просраться все грек грек проиграет эту игру проктологи спешат на помощь да 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 с клизмами с клизмами наперевес да халецкий улетит я не успею ничего сделать вот как ты заговорил тебе стоило мне угрозы начать не послушайте инфизис говорит я не успею ему ничего сделать говорит инфизис скидывая ядерки на всех вокруг кроме меня кстати да странно у меня 7000 подожди ну кто что заставлял союз заключать это ты алексей это он предложил алексей союзу говорю да и все и вот так было а ну лакич что сказать так где я могу мужику вообще нигде похоже да вот видишь что пока бы я подвел арту подвел бы танки начал подбираться с этим этот пушку девочка уже бы на нее приземлилась ракета топ-40 нормально мне нравится да так получать уже не надо я думаю давай давай может накапливается меньше усталости военный нам дает плюс против общего врага правильно мой производственный а все сейчас грек может уже ты можешь сливать грек все конечно о я чудо нашел круто один ход нейтрализование губернатора смотри как круто у меня самолетик все засвечивает тут о я fallout вижу надо афины вначале захватывать конечно стоп у меня там корпус я думал за армия блин забыл самолетики один ход по-моему следующим ходом будет один денег дальше аэропорт я не построил я могу сейчас успеть построить аэропорты производственных городах вместо этих на нерео барвары разграбили мой аквапарк не будем уже отвлекаться пипец один ход остается запуск живого модуля 4 хода питает больше союз у меня конечно более производственные а вот и тут 48 4 хода и плюс еще блин я вот этот трус предатель вот этот инженер где он тут ученые делает дружить с фарагом хотя слушай я может еще блин 53 вряд ли я его получу вот этот этот ученый был бы для меня победы через 4 хода просто потому что у меня осталось 4 хода до открытия ядерного синтеза это последняя деталь у меня через один ход еще глобализацию у меня не не это не 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 а а это не а не а не так просят денег конечно дир 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 мы не 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 а не а но обычно армия армия с обычных по моему под карточкой 445 много русские у тебя не будет 900 у меня у меня я тебе отдал все деньги которые у меня были у меня 200 поэтому 12 ядерок выше крыши при таком при таком лёша кстати можно проверить так я смотрю что он пошел силути конечно так может и в него ядер какие ниши союз там еще союз то еще один ход а ну так швырни в него ядерка это улетит еще одной одной ядеркой это поможет да ну чё поможет какой нибудь если космопор швырнуть то еще нет мне надо вот сюда будет кидать чтоб ну я закидываю самолетов я не знаю кстати я вообще не вижу откуда он собирается ядеркой бросать может конечно баг я не вижу это ничего блин сейчас шпионом произошло ну и главное афины заходят блин чё шпили шпионы умирают от ядерного заражения серьезно да они же люди они даже не от заражения а просто если ядерку бросить туда я могу тебе с тобой мир отдать вот эту тушку я не буду забирать хочешь нет перс мы должны держать его в напряжении чтобы перс или я сейчас забираю тушку или я сейчас и видишь говори забирай забирай чтоб этот чтоб медом не казалось надо воевать и пытаться как смотрю Эльвиктусу жалко ядерок уже над персом стал ну а что ему ядерки на тебя нужны это да блин блин может я все-таки получу того ученого блин дайте кто-нибудь мне 900 прапорцев современных танков 200 могу еще дать там нет нет дожди тех шпионов ну так он не даст он зажмёт по-любому он же в союзе с этим зарядом ну блин то что он в союзе не значит что он не даст может быть даже и зачем тебе его из ходов нет три хода до ядерного синтеза три хода до строительства этих двух деталей Эльвиктус не успевает своих шпионов тут постоянно посадить на а нет кстати посадил два хода блин прокачанный шпион кстати блин а вот он ведет так следующим ходом я тут кидаю ядерку на афины и захватываю их в момент истины даже почти 15 ходов еще даже если он разрушит мне космопорт я думаю что я успею построить и достроить проект а если я вот этого ученого получу то есть в данном случае как раз инвиктус на меня играет что захватывает перса потому что у перса становится меньше очков великих людей что за фигня откуда мне сейчас прилетело очко эпохи за курант когда он у меня обработан миллиард лет назад вот что это такое не нужно было очко эпохи нет это было последнее что делать я хочу о самолетик не то чтобы это сильно сейчас стреляло но после этого не теряло я вот не понял как я когда начал я не вижу что он захватывать собирается и сразу штук 10 наверное он наверное будет на космопорт бросать я вместо темного в обычном и вот я как с того момента в обычном сижу так и мы будем темным и он и он и он и и и и и и у меня где получилось просит какие то ну тут неважно было в самом деле и этого захвата ядерки в халяцкого полетели он сейчас выиграет хотя бы один модуль ему замедлить инвекции ну теперь вроде как победа я думаю перспективе что будем перс нет блин перс ты бы сказал что пас горды будешь порываться я тоже поролся а д ну вообще это был сарказм и класс и джоук про все понимают они куда не отправляют тут выжженные джи-джи-джи-джи-джи-джи-джи делать да не получилось он меня передел немножко ну ты так откровенно самолет туда поставил почему ты еще так сделал чтобы аэропорт и самолет убивались одной бомбой ну ты лёша 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 превентивно тебя что ли наказал ядеркой ну да а чё мне ждать что ли крал меня кинет ай я ну то далее гвп походу следующим ходом да улетаешь нет я ещё не открыл все детали вообще-то а так время еще есть и виктус так может еще успеешь метнуть ядерную бомбу судьбы да он разбил ему а и у меня здесь не отвлекать вот правильно туда лучше так не обращай внимание на что не разрушит он меня здесь космопорт назад мы уже тут китайцы мы занялись ну я по крайней мере я думаю инвиктусу надо было дальше идти дальше захватывать на современных танках остальных ну или обычными танками они на арабе останавливаются но получается ему надо ими заниматься а тут еще я сзади и вот вот все проблемы пожалуйста логично да вообще фигня потому что нельзя заходить в городах так инвиктус у меня рассинхрон так что пожалуйста не бросай пока я не загружусь так что палк я предлагаю отжимаем паузу играем я загрузился забрал блин я еще не могу ни в какой китайский ни в какого китайского юнита обметнуть пока что из артиллерии блин у меня почему-то нормально у меня почему-то все ядерки недоступны как такое может быть что спросил фираксис что ты у нас спрашиваешь блин оружие недоступно просто они наверняка знают может быть рассинхроны это у тебя просто уже игра обновилась благодарим штормом тебе запретили конгрессом короче я только поставил новую шахту когда пусковую и только из нее могу пускать из всех моих других шахт которые я наставил невозможно запустить ядерку нормально вообще надо интересоваться у фираксис что-то знакомое по-моему такое уже было есть все я думаю это победа тут я завершил если дату на рассвещем кодом перст нападай на пасгорды где могу я да тут один ход и а учета там уже почти битый а я он меня зачем меня так танк продамаживает город наверное ну не горе день следующим ходом а вот он чем-то еще меня а может я от заражения получил урон нет там нет заражения туда я забрал уронил армия артисты а он артой артой я могу еще ударить казаками по сгордам на следующий ход да да можешь убиться в принципе танком наверное хотя если спасешь молодец молодец у меня еще две армии танковых на подходе чуть-чуть но вообще до 38 код будет улета неплохо по моему буквально 3 кода она они доехать даже не успеют по идее да если улечу то будет конечно быстро ну кри очень приятная нация для игры на развитие очень хорошая ну чё повезло с соседями которые друг в другу поролись мы уже наверно следующим ходом в этот не успеем викизи васяк чтоб максимум производства вдруг он там все таки что то сделает с космопортом и просто успею ли я свой танк отвезти от пас гордов чтобы его артиллерия и дальше не развалила и спасибо за игру прежде чем вы услышите обсуждение партии между оставшимися игроками позвольте высказать несколько своих соображений во первых конечно в очередной раз убеждаюсь что кри очень хорошая цивилизация для игры через развитие ранний дополнительный караван уникальные улучшения способности на караваны это все помогает очень неплохо развиться так что если хотите поиграть на развитие ну и кстати начальный юнит уникальный тоже силен который не даст сопернику даже задуматься о каком-то раннем нападении на вас но здесь я хочу скорее остановиться на действиях других игроков партии особенно вернуться к 5 серии этого фа сериала где в комментариях многие не понимали почему русский возмущается действиями англичанина американец возмущается действиями англичанина ну во первых при игре в моей группе важное правило что надо играть именно на свою победу я понимаю что это довольно расплывчатое можно долго обсуждать было то или иное действие игрой на свою победу это все понятно просто я это сразу отметает тех комментаторов которые стали что я в игре могу делать все что хочу хочу тут воевать никто не может сказать чтобы я не воевал так вот действие англичанина который в этой игре соло был его ник причем он опытный игрок я и до этого с ним играл это не просто действий не на свою победу это конкретная помощь победить мне давайте разберем по порядку вот он появляется на своем месте место для развития не очень хорошая он это понимает и решает то ему надо напасть на американца ради улучшения своей ситуации своей позиции это все логично я к этому никаких претензий не имею но вот дальше когда нападение не удается он не идет ни на какие компромиссы если вы считаете компромиссом предложению американцу отдать американский город англичанину просто так отдать он даже не захватил в итоге просто так отдать чтобы они замирились то это не компромисс это просто ультиматум раз так ты мне не отдаешь этот город значит будем воевать с тобой до конца а это означает что у меня кри два соседа просто выключены из игры я могу развиваться совершенно спокойно не обращая внимание на свой левый фланг где находится американец и англичанин справа я заключаю союз с грецией и радостно улетаю что в моем представлении надо было делать англичанину это расселяться по побережью а потом агитировать американца вдвоем нападать на меня у англичанина были бы города снизу он бы нападал на меня снизу кри сверху и они вдвоем могли совершенно спокойно улучшить свою ситуацию да это более сложный путь видимо подумать надо немножко не типа накатанной стратегии но нет упорочка с американцем которая развязывает руки другому игроку совершен ну а то что комментаторы оправдывают совершенно бесполезную для англии и соло атаку на русский город там я вообще удивительно да есть такая практика шантажировать хорошим флотом игроков у которых прибрежные города но это имеет смысл когда вы в игре когда у вас сильная позиция получить еще бонусов почему нет в случае же с англией в этой партии когда он забирал города город город русского один город русского в этот же момент американец забирал главные города англичанин то есть он просто перебросил армию от своих городов их просто отдавал не сопротивляясь по-хорошему при этом забирая город у россии которая вообще не участвовал ни таким образом ни в войне с ним не в конфликте с ним и таким образом получается англия ослабила еще и россию который мог поучаствовать в усилении партии на своем на своей территории вот там где были китаец перс и так далее получилось что с той стороны инвиктус имел более сильное расположение или наоборот русский мог выбрать перса с другой стороны вместе с инвиктусом распиливать в общем были варианты еще при этом я не буду спорить с тем что там и русский конечно зачем-то стал брать англию на слабо говорит ты его не возьмешь я поэтому особо и не вмешивался в конфликт ну не в том плане его я тоже там сказал не возьмешь но искал не надо приходить на меня захватывать вот это вот все там во многом и игрок игравший за россию спровоцировал но для меня странно когда у тебя берут твою столицу нападают на твои города причем игрок с которым ты всю игру воевал собственно а ты в это время уводишь флот в другую часть карты и там захватываешь абсолютно бесполезный и ненужный тебе город это рушит всю логику действий игроков и соотношение сил в этой партии англичанин просто выключил себя и американца как сдерживающие факторы для меня я смог абсолютно спокойно не напрягаясь не отвлекаясь развиться и очень быстро улететь много комментариев чё я должен дело играть не как мне нравится но дело в том что вы играете в сетевую партию где 8 человек если вы играете не на свою победу то значит система мер и противовесов нарушена и для игрока который играет в нормальную стратегию исходя из того что он должен победить или его соперник хочет победить удовольствие от игры нету в это заранее говорить ребята я по фану пришел я не буду стараться побеждать я буду делать все что хочу вы должны предупредить тогда людей понимаете потому что смысл игры в циви в том что есть один победитель и игроки в партии 8 человек действуют исходя из этого но я собственно это уже говорил в видео о логике действий фифа в циви и я например три раза подумаю после этой партии играть соло или нет потому что такая же ситуация может оказаться он у меня в соседях он решит что он по-другому сыграть не может и будет до упора со мной воевать соответственно другой наш сосед улетит далеко и нас заберет потом соло может куда-нибудь там прийти город кому-нибудь разбить в общем это из разряда когда все собрались играть в футбол один парень хватает мячик и начинает его в кольцо кидать говоря о том что вот мне вот так нравится в баскетбол поиграть хотя вы тут все в футбол собрали в общем такое вот у меня мнение на этот счет ваше мнение хочу видеть в комментариях а теперь включая вам обсуждение концовки партии быстро быстро ты улетел быстро шустро два хода я я был неправ я предсказал что он в один ход залетит но на самом деле я помог индексу с тем что он забирал перса а перс у перса было перс забирал очень классного ученого если бы инвиктус не забирал перса то перс бы забрал ученого на плюс 1500 к деталям по так как он забирал перс у перса не хватило очков просто уже все улетел бы за здесь ходов ну чуть позже улетел бы да он так ты хоть мог меня что-то сбрасывать и мешать и хоть как минимум ядерки сбрасывать на космические корабли или шпионами там что-то делать за что он послал тебя а ты по очкам собирался на их побеждать мультура жопа инвиктус выиграл под инвиктус у них у меня на втором месте но может ли не следить на учебу заход потому что я не знаю как я ломанул с лишним ходит какой ходу и получать если бы инвиктус успел ядерку метнуть и подогнать метнуть еще одно из них куда нибудь другой я бы метнул мне запасу а оба аэропорт один аэропорт он теплый бомбардировщик потеряно не больше хорошая игра от виктория с американцам спасибо за игру ребят спокойной ночью спасибо за игру давайте ну все молодец спасибо спасибо давайте прямо скажем мне хоть твои эти жители будут довольны чтобы чтобы в конце повоевали ну да да хотя мы бы и бросить какую-нибудь ядерку куда-нибудь не подготовился ты как-то у меня вдоль границ по моему 7 пусковых шаг стояла разных разных местах но я в принципе почему ты думаешь что нет ядерки не знаю почему да даешь меня было 14 ядерок приготовлен на каждый ход по ядерке собственно оставшиеся то построено сделано как только мир закончились в том кинул но одна ядерка вход все-таки более честно как мне кажется да вот и покидать можно в принципе и нет такого ограничения совсем уже ящик купил за большие деньги двух инженеров да кстати инвитас отчета остановился на робите надо было по моему дальше идти их захватывать еще танками теме зачем было ставить это тогда было дружно с персом и просто сосредоточиться потом на мне уже когда я забрал араба и у меня был дружи с персом я ждал пока другу кончится потом ждал четыре хода для сажения танков а зачем тебе дружба с персом тогда тогда у меня была дружба с персом чтобы они до меня вместе с этим китайцем понимаешь чтобы хотелось одним дружить меня мог забирать вообще фиг знает когда и вот смотри у меня все войска были у араба если у меня небо с вами свои с вами дружбы и вы не важно чем пошли бы вы бы могли там кучу делать войти разграбить университеты разграбить клетки даже теми же теми же танками обычными заявок конечно китайцем промахнулся блин хотя бы с одним дружить потом пока пока не выше не надо было тебе дружить и на ты ты их всех офигительно опережал по науке и спокойно шоу бы забирал вышка власть власти стремя стремя сразу боевать подниметелям двое всего оставалось перс и а сразу вести я свои войска настроил они они могут тебе только на самом деле просто территорию пограбить они не могут твои города забрать с теми юнитами которые у них есть из той защиты которые твои города жил у него города бы были у перца 99 100 обороны я сами даже танками без священными их не смог взять без ядерки или хотя бы без арты нас ты меня не вот так много ты в ядерке вышел ну не по-моему ходу в десять ждал после того как ты вышел ядерки чтобы напасть на перс это сделал раньше потому что же проще было дружба мне с ним было вернее все сетры потянули на этого на китайца потом посмотрел территорию тяжело через не было очень очень-то дружелюбный постоянно слишком много дружб союзов заключаешь нормально же было сейчас с одним союзом сегодня сейчас отстыгать нормально же было ну свои нас лишь нормально сооружение выиграл очень ненормально а какой лишь был культурный просто поэтому столько очков великих людей капала а там за каждый этот путь или там как-то там в городе если из этого города у меня есть торговый путь в город инвиктуса то в этом городе все великие люди получают плюс к очкам достаточно одного торгового пути из города и к тому же культуру получал от инвиктуса за счет этого хоть как-то чтобы его догонять по этому поводу не значило было много культурный союз как по-моему не особо много культур дает от каравана смотрю эти графики юниты захвачены юниты потеряны и уничтожены короче вся игра это война американца с англичанин чисто они тут упорочка такая слова была плохая территория стены была плохая территория ничего было делать я не знаю есть много вариантов можно понять он мог другие в других местах там расселять города вдруг вдоль побережья у него еще было место он решил на американцы причем нападать на американца я просто помню какие-то свои игры ты мягко говоря очень неприятно даже на своих уникальных юнитах с американцам но на одном континенте воевать это очень неприятно потому что плюс 5 на ровном месте и он еще там кинуть карточки поставить которые ты тоже можешь поставить очень-очень неудобно он игра игра так и получилась быстренько я вам скажу честно это мир таймер он хорош на блин сыграли за 7 часов можно сказать 7 часов когда в средневековье воюешь тяжко очень просто тяжко я вообще ничего не успевал после того как на китайцы напал то есть я только успевал вот за таймер передвинуть юник и все в городах не строилась просто но зато тысяч 10 часов 10 7 это большая спасибо что досмотрели до конца я алексей халецкий тот кто сделал это видео пользуясь случаем хочу попросить вас поставить лайк оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или социальных сетях а также посмотреть другие мои видео ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране играйте в умные игры и всем пока пока